добрый вечер дорогие друзья не забываем подписываться на канал ставить лайки и комментарии кто еще не подписался это очень важно подписывайся на канал и будьте счастье касатик ну и о матче как говорится победа она и в африке победа наши сегодня сыграли очень рационально спокойно так на ободах мы в общем-то практически ничего не дали ахмату создать только один удар в створ ворот это было значит вы видели максименко потащил в этот момент почти спас да а так практически ничего не было вот этот на 97 минуте ужасно этот ломовицкий опять свалил вот этот вот навес и такой немножко похож как с на поле тоже там где-то головой или что-то он бил ну вот это просто ломовицкий уже дайте помню дальний удар по мокрому что потащил там из угла этот гудеев да все равно отвратно сыграл это просто какой-то минус игрок команде но опять любимый всеми антифриз вот этот на 46 минуте когда он так прыгнул головой не добил это мог явный привоз это угол быть это вообще ужасный момент и тогда мог ахмат сравнивать счет сколько еще грубых обрезов там антифриза там да отбора лучше там на 6 минуте на 18 пересмотрите там он когда в первом тайме на 6 минуте опять он там потерял мяч обрезал из острого угла был опасный выход к нашим воротам очень все зло от него идет от ломовицкого ну же гос джики как всегда отлично сыграли просто и виды что рей витория так немножко готовит как где в обороне так и стали знаете соперника изучать смотрите вот эти вот один с положений вне игру ахмата это явно тренерский штаб готовился просматривали их вот но кстати и ахмат просматривал вот этот вратарь гудеев нашим надо было знать что он в четырех пенальти 3 поймал и зачем было давать бить бакаеву когда я думаю что бакаев сам у соболева попросил там 40 родственников из названия папа на трибуне я там пока его понимаю хотел там забить ну понятно вот но есть штатный пенальтист соболев в команде который бьет нормально идут явно гудеев готовился предполагаться как бы бакаев бить вот это на паузе вот думаю соболев бы забил было бы 2-0 такого бы нервяка не было хотя соболев все не сыграл опять ну хоть слава богу забил стал попал вот этот вот конечно вы тимофеев которого хвалили тимофеев он нам нужен спартаковский игрок хорош вот этот прыщавые птушки ганонисты так называемых спартаковских говно ресурсов ничего блять нужен вам тимофеев такой обрез такой поперек пас литвинов перехватил выгнал ну соболев сделал свою работу в общем так спокойно победили так играли очень рационально потому что видно и моральных и физических и эмоциональных сил у команд нет у нашей команды спартака все время ребята падали видите это хватает какие-то ушибы удар мозоса в голову соболева просто испугался опять же бромеса заменили опять та же нога что у него опять травма насколько он выбыл непонятно полкоманда на травмах вообще неизвестно чего этот обмудок зеленов он ничего же не говорит ты зеленов ты ты до луны как до антона фетисова помните антон фетисов все время говорил кто на травме кто чего рассказывал подробно на даткове была официальная информация этот же обмудок зеленов по команде на карточной шизофренической никакой информации что с рассказом что с милка за что с ручку тепла флакон лака 27 участки даст информации что с промисом когда ларс и будет ноль ноль целых хуй десятых мы ничего не знаем все рулит на карточной шизофреничка этот ее муженек потлаты куклы в битболке с астрапоном наперевед ну и блан братья два состава там на задворка как всегда вот это вот пиздота с ограда фамилия блять дом 3 это несмотря на то что выиграли да друзья вот это все нет информации в команде потому что это зеленов как клоуна за веревочки дергать вообще там ничего не решает ну и последние сведения там конечно что там она опять на милежикова взъелась я думаю что она рано или поздно его тихой сапой выживет или не тихой сапой потому что у нее поперек горла конечно стоит вот так что все как бы с нашим руководством сохраняется но упреки смотрите третья победа руй виттория подряд и сейчас конечно на карточной шизофреничкой будет все делать что треть как ты победа и сейчас надо через тренера прийти там опять слать эсэмэски в отцап соболеву там не знаю этому ларсону там этот комоции маникюр педикюр вот этого куфрия которого привезли посмотрите это специально она его привела специально да мне не маразм чтобы он гадил и чтобы в столетии клуба он привозил голову сильным чудом не прет это ее работа она специально все делает чтобы она старше не стала вся эта их семейка чтоб старше не стала вот несмотря на то что выиграли сегодня а если все еще в ничью или проиграли было бы более жестко вот а так конечно победы доволен нормально сыграли такая особо так моментов у этого ахмата вообще посчитайте не было кроме одного удара он там что максименко взял родом с ним пробили вот а наши спокойно так играли пенальти конечно вот эти вот только с пенальти обделались а так нормально все сыграли жесткие стыки очень жесткая такая грани мокрое поле тяжелая вязкая видна поляна и все эти игры в кость которые шли вот кстати вспоминается помните чемпионский сезон при карере матч когда этот арендованный бразилист из лаца маурисио забил головой этого маурисио часто вспоминаю вот он помните когда забил глушаков на последней минуте амкару как он на одной ноге с гипсом там или как выбежал на костылях что там праздновать хороший был игрок защитник маурисио с теплотой вспоминаю его чего его не оставили там не взлюбился он карере там или не знаю вот немножко был похож этот матч сегодня но просто семнадцатом году тогда у конечно утерика моментов было больше а сейчас такая вот такая же вязкая игра видна поле очень тяжелая дождь вот такое но молодцы ребята выдержали конечно после наполе квята мята любая нужна была какая счет на табло протолкнуть какая-то нибудь в три очка взять сейчас уйти на две недели очень кстати паузы надо там с лазаретом разбираться перезагрузить что там вроде кровавого палача менгелева ворота пятого нет давно а что там они натворились то что так вылетают один за одним тоже непонятно ну да там играет два раза в неделю только играли много лет два раза в неделю что там то ли это доктор чернов или кто там этот не знаю там или кто там чё там это может у него жена там эльфа кох который в этом самыми знаем тоже из команды менгеля но вот как то так ребят понимаете в принципе конечно доволен очень сейчас еще раз игру пересмотрю чего литвинов опять молодец сыграл и хорошо но видно что тоже уставшие так ребята уже концу уже конечно второй там по счету так подсушили игру так и надо было наделись где-то второй забьет вот если бы соболи и бела небакаев 2-0 бы было конечно и все потому что не дали ничего ахмату создать и как ахмату любит так играть с флангов как мы знаете видите это талалаевская фишка ничего не с флангов не дали ничего вот ну как то так короче друзья вот хорошая победа три очка есть как говорится что еще что еще надо будем ждать теперь паузы посмотрим как сборная там видите где один за одним валера вылетают игроки будем следить за развитием событий вот как то так всех люблю и обнимаю вам до новых встреч в эфире